С новой недели сразу два обозревателя ЛЕН-ТВ-24 отправляются в отпуск. Немножко завидую. Таня Бакулина едет на Байкал, а Саша Громов отправляется на родину в Самару. А вот еще один мой товарищ должен был провести отпуск на Сейшелах. Но вот эти вот фотографии, они совсем не оттуда. Хотя, конечно, тоже очень красиво. Пандемия прервала мои планы на отпуск. И вместо Сейшельских островов я оказался на Кавказе. На самом деле, ни капли не жалею. За почти два месяца я посмотрел Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Иссентуки, Кисловодск. И сейчас нахожусь в Ставрополе. И хочу сказать, что наша страна реально удивительная, красивая. И уже сейчас я строю планы на лето. Думаю, посмотреть Калининград и, возможно, Ростов-на-Дону. Вообще-то, Платон хотел еще 6 июня поехать на море. Но когда Краснодарский край продлил карантин до 21 числа, понятно, что этого не случится. Кордоны на въезде, чужаков видеть не хотят. Сервис по бронированию жилья провел исследование. Куда же все едут, если любимые галечные пляжи на замке? Мы заметили тенденцию. Она началась в мае. Туристы активно начали бронировать загородный отдых. То есть едут москвичи, питерцы. Это не только на выходные или на короткий срок. Мы видим уже бронирование в Ленинградской области до трех месяцев. Залечь на дно в Ленобласти – отличная идея. Правда, погода у нас не всегда стабильная. Но если уж очень хочется на курорты Краснодарского края, возможность есть. Несколько дней там работают лечебницы, организации, у которых есть медицинская лицензия. И вот она, возможность увидеть море. Правда, издалека. Мы поедем на море! Но с вот таким огромным перечем ограничений. Самый один из главных пунктов, который нас, в принципе, туристов интересует, это что? Это ограничения на пляж. То есть мы не можем пользоваться ни оборудованием пляжа, ни гулять по нему, ни тем более купаться. Это ограничения в спа-термальные зоны. То есть пользоваться открытыми-закрытыми бассейнами мы тоже не можем. То есть что нам остается в июне, пока нам остается только лечиться и дышать свежим воздухом? 15 июня должны были стартовать чартеры в Сочи и Анапу. И еще пару дней назад даты эти были активными. На них стоял значок самолетика. То есть что полеты в эти дни будут. А сейчас, вот видите, только с 22-го стоят такие значки. Если первый чартер полетит, значит полетная программа сохранится на ближайшие даты. И бронировать, соответственно, стоит за 2-3 дня до вылета, не заранее. Дабы быть уверенным, что ваш тур состоится. Хотя бы процентов на 90. Кстати, если не боитесь, то в Сочи 22-го числа, когда обещают открыть, по крайней мере так показывает сайт туроператора, улететь можно за 5900 рублей на человека. Это отель 3 звезды. Я лично проверила. Это и перелет, и трансфер, проживание, соответственно, и даже страховка на 250 тысяч рублей. Правда, эксперты нас заверили, что продлится такое совсем недолго, всего несколько дней после начала реальных полетов. Люди полетят, ну, соответственно, ценники взлетят. Так что, если вы все-таки не за риск, тогда Ленобласть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова